Вместо благодарности за медицинскую помощь, оскорбления, жалобы и даже физические увечья, врачи Республиканской детской клинической больницы больше не намерены терпеть хамского отношения пациентов. Медперсонал уверяет, за последнее время участились случаи, когда работники в белых халатах вынуждены буквально защищать себя от неадекватных посетителей приемного отделения. 4 июня к нам обратилась пациентка с маленьким, с моим ребенком, которая с порогом стала оскорблять моего коллега. Мать ребенка нефтезурно выражалась, требовала ускорить процесс осмотра, при этом не давая никаких данных нам для постановки правильного диагноза. Врачи утверждают, этот случай стал последней каплей. Ежедневно через двери приемного отделения Республиканской детской клинической больницы проходит несколько сотен пациентов. Конечно, иногда конфликты происходят из-за стрессового состояния граждан, которые обращаются за помощью, однако таких единицы. В основном люди пребывают в стадии алкогольного опьянения, либо же просто хотят унизить врачей. Теперь же любое проявление хамства будет пресекаться согласно букве закона. В Кодексе о административных правонарушениях Республиканской Федерации, статья 561, предусмотрено, что оскорбление является наказуемым действием. И в данном случае, который имел в виду место в нашем учреждении, постановление мирового судьи участка номер 8 по Киевскому району, было вынесено штраф в отношении лица, допустившего это оскорбление, в размере 1 тысячи рублей. Да, это возможно мало, но как символ, как начало это неплохо. Как утверждают сотрудники детской больницы, иногда пациенты не останавливаются лишь на угрозах и пытаются применить физическую силу. По статистике Минздрава Российской Федерации, за прошлый год в нашей стране зафиксировано более 1200 случаев нападения на медицинских работников. В связи с этим Государственная Дума РФ разрабатывает пакет законопроектов, который ужесточит наказание за причинение вреда здоровью медиков. Главный врач Республиканской детской клинической больницы уверен, бороться с проявлением хамства необходимо на государственном уровне. У нас было несколько случаев, когда сотрудники нашей больницы подтвергались нападению. И по итогу, по решению, так скажем, работы внутренних органов, никаких мер к этим людям не предпринималось. У нас доктору разрезали лицо. В итоге милиция не нашла состава преступления в действии пьяных подростков. То есть они, со слов милиции, они были в состоянии эффекта и на них чуть ли не напали мне врачи. Анатолий Олейник утверждает, своим хамским поведением родители маленьких пациентов зачастую усложняют процесс оказания медицинской помощи и создают угрозу для здоровья детей. Именно для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций, врачи будут обращаться за помощью в судебные инстанции. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.